Организаторы и участники подпольного бизнеса попали в поле зрения полицейских в 2022 году. Оперативниками областного управления уголовного розыска Главного управления ВДР по Саратовской области при содействии сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России деятельность членов преступного сообщества была пресечена. В ходе расследования установлено, что злоумышленники осуществляли подбор кандидаток на работу по вызову, учитывая их социальный статус. Как правило, в поле зрения вербовщиков попадали девушки, выросшие в неблагополучных семьях и не имевшие постоянного источника доходов. Жертвам предлагали высокооплачиваемую работу, привозили в Саратов, где сообщали о том, что их обязанностью будет оказание интимных услуг. В случае отказа злоумышленники отбирали у девушек документы либо заставляли отрабатывать долг за перевозку и проживание. С целью расширения сферы деятельности, помимо общей схемы с доставкой путан по адресам, указанным клиентами, подозреваемые в Саратове и в Москве арендовали сауны, в которых на постоянной основе обслуживали посетителей не менее 10 жриц любви. Всего в ходе проведения оперативных и следственных мероприятий в городе Саратове и в Москве полицейскими установлена причастность к совершению незаконной деятельности 19 человек. Следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией», частью 3 статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение в занятия проституцией», а также частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества и участие в нем». В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Саратова для рассмотрения по существу. Денис Желтов, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, дежурная часть Саратов.